В рамках пресс-тура в Татавстан дагестанские журналисты посетили город Свияжск. Напомню, в начале августа был открыт прямой авиарейс между Махачкалой и Казанью. Время полета чуть более двух часов. Свияжск поразил дагестанских журналистов своей удивительной, богатой и неповторимой историей. Построенный еще царем Иваном Грозным, город сегодня стал излюбленным местом для туристов, среди которых оказался и Патиман Бурзеева, ей слово. Стоит только проехать 30 километров от Казани, и вы в Свияжске. Это остров, расположенный на слиянии двух рек Свияги и Щуки. В 2009-м здесь появилась дамба, соединившая город с большой землей. По ней проложили автомобильную дорогу. Попасть сюда теперь можно не только по воде. Град Свияжск был основом 24 мая 1551 года при царе Иване Грозном. Его построили за рекордно короткие сроки, 4 недели. Это была первая русская крепость Ивана Грозного. Царь до этого не единожды пытался взять Казань. Но одолеть укрепленный город без опорного лагеря было невозможно. И тогда Грозному пришла в голову гениальная идея. В том месте, где Свияга впадает в Вогу, молодой царь делает остановку. Замечает эту круглую гору, которая перед вами сейчас находится. Скорее всего, он высылся здесь вместе со своей святой, исследовал полуостров. И они поняли, что это такая, знаете, идеальная площадка, чтобы крепость построить. Возвышенное место, кругом вода, лес, полно рыбы, дичи. И до Казани рукой подать. Через год Ивану Грозному это удалось. И Казань была взята. В царское время здесь кипела жизнь. Строились дома, церкви, монастыри. Жили и работали крестьяне, мастеровые и купцы. На острове была тюрьма, где отбывали свой срок заключенные со всей России, а потом уже из Советского Союза. Еще 8 лет назад Свияжск находился в плачевном состоянии. Но благодаря бывшему президенту Татарстана Ментимеру Шаймиеву на острове началась реализация программы возрождения. И провинциальный городок превратился в настоящий музей-заповедник под открытым небом. Сегодня Свияжск это один из центров туризма. Сюда в день приезжает сразу несколько тысяч человек. И не только из России, но и из стран СНГ. И здесь есть что посмотреть. Это церкви, соборы, музеи, крепостные стены и многое другое. А еще великолепный вид на реку Свиягу. От нее и пошло название городка. Любоваться здешней красотой можно бесконечно. А если подняться на смотровую площадку, то от этого вида уж точно захватит дух. Здесь, конечно, природа впечатляет. Вот слияние трех рек или не слияние, но столько воды, столько красоты, столько исторических зданий, столько музеев. Я просто в шоке, честно говоря, что на таком маленьком кусочке можно собрать столько музеев. И они каждый по-своему интересен. По крайней мере, те, в которых мы успели побывать, что-то посмотреть. Но на острове помнят не только о временах Ивана Грозного. Один из музеев Свияжска посвящен гражданской войне. В хранилище вас встретит красноармеец, селфи с которым стало уже традицией. Ну а охраняет он, кого бы вы думали, самого Льва Троцкого. Уже 7 числа сюда приезжает Льв Давидович Троцкий, поскольку потеря Казани стала для молодой Советской Республики критической точкой. Оборвалась связь со Средней Азией, Уралом, Сибирью. Прикатились поставки хлеба, нефтепродуктов. И, в общем, надо было срочно выправить положение в Поволжье. В начале сентября здесь был открыт уникальный музей археологии дерева. Это 40 деревянных построек. 140 тысяч предметов, которым несколько сотен веков. Деревнейшие из них связаны с основанием Свияжска. Очень удивительное место. И чувствуется здесь сила. Вот этот вот глубь веков от этого дерева прям веет истории. На самом деле это такая хорошая идея взять, раскопать город и прям не перевозить его куда-то в отдельное здание, а именно на его месте построить музей. И удивительно, что это дерево, и оно так хорошо сохранилось за столько веков. Ну а если вы узнали все об истории города, то пора побывать в ленивом торжке. Чтобы пострелять из лука и арбалета, увидеть, как плавится сталь, накупить сувениров друзьям. И попробовать чай старинного самовара, да еще с пышками, который готовит мастерица на все руки Софья. На углях лучше всего жарить. Такие вот они. Не очень поджаристые силишком, но все продажные пропеченные. На этом наше путешествие по Татарстану завершилось. Но достопримечательностей в этой самобытной и красивой республике осталось еще немало. Патема Бурзиева, Абрагим Магомедов. Время новостей. Свияжск. 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 Свияжск.